Врачи, расскажите о ситуациях из разряда «Как ты вообще *** не умер?» Я работал в отделении неотложной помощи. К нам попал малыш, который упал с окна третьего этажа, но остался невредим. Самое печальное, что он был из неблагополучного района, и мама целых полчаса не замечала того, что с ним произошло. Оказалось, что добрые соседи-травокуры нашли его, проверили и посидели с ним полчаса. А когда мама так и не появилась, пошли искать её. Ребёнка оставили на ночь в больнице, но не потому, что этого требовало его состояние, а по семейным обстоятельствам. Просто поразительно, маленькие дети порой будто отскакивают от земли, как мячики. Когда я проходил интернатуру в хирургии, к нам привели парня, которому стреляли в голову. Он работал в ювелирном магазине, на который напали грабители. В него выстрелили, а его коллеги на голову надели мешок. Когда его привезли в больницу, мы были сильно удивлены, потому что ему стреляли в голову, но он всё ещё был жив. И не только жив, но даже выполнял наши команды, хоть и не мог говорить. Скорее всего, из-за шока. Полицейские сообщили нам, что в него, скорее всего, стреляли из револьвера 357-го калибра, который они нашли на месте преступления. Мы выполнили первичные и вторичные осмотры, и не обнаружили у парня ничего, кроме раны на левой лобной части его головы, куда вошла пуля. Никто из врачей прежде такого не видел. Понятное дело, они уже встречались с огнестрельными пулями в голову, но в остальном парень был в полном порядке. Было принято решение поскорее сделать фронтальный снимок головы, а после него сделать рентген, чтобы понять, где находится пуля, а затем провести компьютерную томографию. Но снимки показали, что пули в голове нет. Пули не было ни на каталке, ни на постели, ни на одежде пациента. В голову парня стреляли из пистолета, но пуля отскочила из его головы. Томография не выявила даже трещинки. Это было настолько дико, больше никогда такого не видел. Я тогда проходил ординатуру в хирургическом отделении больницы небольшого городка. Ординатор вызвал нас, когда осматривал пациента, ногу которого проткнуло корягой. Мы думали, что у него порвалась бедренная артерия. И уже обсуждали, придется ли ампутировать ногу бедному мужчине. Когда увидели, что он спокойно стоит на проткнутой ноге и мочится. Оказывается, дерево прошло мимо всех жизненно важных сосудов. Даже перелома не было, только мышечные повреждения. Я не врач пока, но работала в центре травматологии секретарем, прежде чем поступить в медицинский институт. По сути, меня закрепили за врачом, чтобы я занималась документацией. Один мужчина врезался на машине в деревянную ограду, и деревянный столб забора вошел в его ротовое отверстие и вышел позади шеи. Это был обычный столб, который был в два раза шире его рта. Столб буквально оттолкнул все важные органы в сторону, когда проходил через его голову. В больнице мужчиной занимались врачи примерно 10 различных специальностей. Несколько недель спустя, когда он полностью выздоровел, он пришел на своих ногах в отделении неотложной помощи, чтобы поблагодарить всех. Работаю медсестрой в отделении неотложной помощи. Как-то раз к нам попал парень, который резал деревья бензопилой, и она ударилася о сучок в дереве, отскочила и ударила его по шее. Он сначала закончил свою работу, потому что знал, что жена заставит его избавиться от бензопилы. Только после этого приложил к ране полотенце и поехал в больницу. Томография не выявила повреждений сосудов. Мы просто промыли рану и на следующий день отправили его домой. Один из фельдшеров, который занимался, им сказал, «Это действительно чудо, потому что обычно все бывает гораздо хуже». Я не работаю врачом, но мой папа работает. Он рассказал мне эту историю. У него как-то раз был 12-летний пациент, назовем его Тим, который заставил всех в больнице верить, что он бессмертен. Тим родился с больным сердцем и периодически попадал в реанимацию. Периодически в его случае значит один-два раза в месяц. В 90% госпитализации Тима линия его кардиограммы становилась ровной. И что странно, каждый раз его сердце снова начинало биться, иногда даже без реанимации. Всего его сердце останавливалось раз 15. Дошло до того, что никто уже не паниковал, когда его сердце останавливалось. Даже его мама, которая первые три раза падала на пол и рыдала. Коллеги, жизненные показатели Тима падают. Что, снова? Что ж, этот малыш скоро установит рекорд. Тим тоже довольно спокойно относится ко всему этому. Он рассказывает о своих госпитализациях, как обычный ребенок рассказывает об интересных ситуациях, которые произошли с ним в школе. Никто не может объяснить, как Тиму удается всегда возвращаться. Это просто происходит. Честно говоря, я удивлена, что в СМИ не раздули эту историю, потому что это на самом деле капец как необычно. В первый год моего обучения на хирурга я работал врачом в небольшой больнице в сельской местности. В ночные смены в больнице оставалось всего по два врача, я и стажер. Врачей неотложной помощи не было. Было около 11 вечера, когда к нам пришел парень 26 лет, который с кем-то подрался. Кровь хлестала из его носа, который, очевидно, был сломан. Я предположил, что у него были и другие переломы черепа, глубже носа. Но он был в сознании и мог говорить. В остальном он был в порядке. Я целых 45 минут пытался всеми способами остановить кровотечение. Используя всевозможные носовые пакеты, давление, даже взял катетер. Ничего не помогало, он начал впадать в шок. Я в это время сам готов был обосраться. Судя по показаниям приборов, он на тот момент потерял уже почти полтора литра крови. Ближайшая больница с хирургическим отделением была в 45 минутах от нас. Врач, обучавший меня, был дома в 25 минутах езды от больницы. В конце концов, я взял в лаборатории 4 пакета донорской крови. К счастью, техник-лаборант был на месте. Уложил парня, из носа которого все еще текла кровь в карету скорой помощи. И отправил его в ближайшую больницу, где было хирургическое отделение с включенной сиреной. Примерно через 3 часа мне позвонил хирург из той больницы и сообщил, что он остановил кровотечение. И сейчас наблюдает за состоянием пациента. Если бы он прибыл туда на 15 минут позже, то скончался бы. Если вы окажетесь в подобной небольшой больнице с таким же сильным кровотечением, согласно статистике, вы точно в жопе. Парню просто повезло, что его друзья привезли его к нам так быстро. Я не врач, а фельдшер. Однажды пьяный водитель врезался на скорости 160 км в час в угол каменного моста. Выбил огромный клин из нижней части моста. В результате снаружи оставалось лишь четверть корпуса автомобиля. Удар пришелся на сторону водителя. Мы были на месте уже через 2 минуты после столкновения и не ожидали увидеть водителя живым. Когда мы подошли к двери водителя, то увидели, что он жив. В сознании, но его зажало. Вытаскивали его из машины почти 3 часа. И когда он вышел, оказалось, что он в полном порядке, только психовал сильно. До сих пор не понимаю, как он сумел пережить такой адский трэш. Я пока не доктор, учусь в медицинском. Как-то раз во время ночного дежурства в отделение неотложной помощи пришел пациент, который попал в аварию на автомобиле. Что ж, это довольно распространенное явление. Необычно было то, что он пришел к нам сам, проехав на такси 40 километров, потому что его машина разбилась в дребезге. В большинстве случаев, когда машина переворачивается 2 или 3 раза на скорости 60 километров в час, именно с такой скоростью ехал пациент, вряд ли вы будете в порядке. Но он был в полном порядке. Ни переломов, ни сотрясения мозга, ни даже боли в животе, ничего. Он пришел в скорую помощь лишь потому, что у него были небольшие царапины на коленях и на локте, и ему было больно, когда одежда терлась от царапины. Мы наложили пластырь на 3 места, и он спокойно ушел. Младший специалист в отделении травматологии. Двери реанимации распахнулись, и появился мужчина, несущий на руках другого мужчину, истекающего кровью. Когда мы уложили его на носилке, стало ясно, что у него огнестрельное ранение в грудь и остановка сердца. Начали компрессию грудной клетки, и в течение нескольких минут специалист по несчастным случаям и чрезвычайным ситуациям выполнил открытую таракотомию, чтобы начать массаж сердца. Вскоре к нам присоединился таракальный хирург и приступил к работе над сердцем. Обнаружил отверстие в правом желудочке и закупорил катетером фолия. Все это время мы вливали в пациента донорскую кровь в мешок за мешком, чтобы компенсировать ту кровь, которая вытекала из его сердца через отверстие в груди. Через 15-20 минут произошло невозможное возвращение спонтанного кровообращения. Сердце начало биться само по себе. Пациента доставили прямо в операционную, где отверстие окончательно восстановилось после двухстороннего дренажа грудной клетки, чтобы слить кровь, заполняющую его легкие плевральное пространство. Каким-то образом его сердце продолжало биться, и через пару недель пребывания в реанимации пациент вернулся в общую палату бодрым и здоровым. Остались лишь легкая гипоксическая черепно-мозговая травма и шрам на груди. И через несколько недель он покинул больницу вместе с отцом, человеком, который его принес. Я не врач, эту историю мне рассказал друг. Он довольно долго паршиво себя чувствовал и пошел, наконец, к врачу. Врач выписал направление на кучу разных анализов крови с пометкой «Срочно». Специалисты лаборатории позвонили доктору, чтобы отругать его. «Какого хрена вы заставляете нас провести анализы так срочно?» Доктор был озадачен. «Лаборатория. Этот человек же все равно мертв. К чему спешка?» Доктор позвонил ему и попросил, как можно скорее приехать в больницу, но не за рулем. Оказалось, что у друга диабет первого типа, но он до последнего времени не ощущал никаких симптомов. По анализу крови можно было заключить, что пациент скорее мертв, чем жив. Но он до сих пор жив и в порядке. На ранних курсах учебы в медицинском я видел, как оперировали полицейского, в голову которого попала пуля во время перестрелки. Пуля прошла сквозь его череп и мозг. Судя по тому, что я видел в компьютерных играх и фильмах, мне всегда казалось, что если попасть пулей в голову человека, то он тут же умрет. Но полицейский выжил, и это поразило меня. Оказалось, что во многих случаях пуля в голову не приводит к смерти. Я не врач, а пациент. Мой муж отвез меня в отделение неотложной помощи местной больницы из-за сильных болей в нижней части живота. Я полагала, что это была матка. Медсестры взяли у меня кровь, поставили капельницу и дали немного обезболивающего. Медсестра, которую я до этого не видела, вошла в приемный покой с очень взволнованным видом и сказала, что меня положат в больницу. Так как по анализу крови у меня было 6000 тромбоцитов. Муж и я удивленно переглянулись. Медсестра удивлялась тому, что у меня нет таких симптомов, как синяки, кровотечение из носа, кровь, моче или калия. Она казалась очень обеспокоенной, и они поспешили отвезти меня в палату. Из всех симптомов у меня были только усталость и обильные менструации. Но и то, и другое наблюдалось у меня еще с тех пор, как у меня впервые начались месячные в 11 лет. На следующее утро ко мне в палату пришел гематолог, назвал мой диагноз и сказал, что эта болезнь идиопатическая. Он сказал, что мне очень повезло, что у меня не было сильного внутреннего кровотечения и не произошло кровоизлияния в мозг или инсульта. Он прописал мне лечение. Идиопатическая тромбоцитопения не прогрессировала. В конце концов, врачи решили провести спленоктомию. Исцеление далось мне нелегко. С огромным разрезом вдоль всего живота все дается тяжело и болезненно. Спустя почти 5 лет количество тромбоцитов у меня в норме. Но менструации по-прежнему случаются очень обильные. Я не врач, а спасатель, и мне пришлось видеть немало тяжелых травм. Около года назад нам пришлось ехать к человеку, на которого упала машина. Он работал в своем гараже под машиной, которая поддерживалась ножничными домкратами. Надо отметить, что спереди у колес машины не было шин, и именно под передней половиной он находился. Один из ножничных домкратов выскользнул из-под машины, и машина всем весом рухнула прямо на его голову, так как не было шин, которые могли машину придержать. Мы взяли наши резиновые подушки безопасности, подняли машину, вытащили его и положили на носилки. Несмотря на то, что его голова была под машиной весом более 11 центнеров, он каким-то образом отделался лишь переломом глазницы и рваной раной на щеке. У пожилой женщины произошло обширное кровоизлияние в мозг. Ее перевели в стационарную палату медицинского центра, где я работала врачом. Мы пришли к заключению, что она может умереть в любой момент. Лечения назначено не было, она была в коме, но дышала через трахиостомическую трубку. Она пролежала неделю без лечения, без еды, без воды, но все еще была жива. Потом она вдруг зашевелилась, пришла в сознание, бредила, но была в сознании. Мы начали вводить внутривенно жидкости, соответствующие лекарства, и в конечном счете начали физиотерапию. Через несколько месяцев она оказалась в местном доме престарелых, где прожила еще несколько лет. У нее была запущенная деменция, но она могла ходить. Интересно, получала ли она воду благодаря увлажнителю воздуха в палате через трубку вместе с воздухом, потому что даже здоровый человек, как правило, не может прожить без воды неделю. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok